Зачем учиться, работать, прикладывать усилия вообще, что застараться как-то, если можно лечь на диван и, так сказать, затупить в экран и ни про что в этой жизни не беспокоиться. Это на самом деле тактика неплохая, потому что мир такой, хрен знаешь, что в нем вообще можно достичь сейчас, в любой момент тебе жизнь поставят под ножку. В целом, если есть желание не напрягаться, никуда не вникать, просто превращаться в овощ и цвести, то, пожалуйста, это совершенно разрешенное мероприятие. Мир в этом смысле предоставляет все возможности для такой свободы решений. Но мне кажется, что он становится такой мир дико скучным. Но, во-первых, в вашей жизни не будут появляться люди, с которыми интересно, потому что вы сами будете неинтересны для таких людей. В вашем мире не будет возможности увидеть какие-то сложности, поразгадывать какие-то загадки. А наш мозг очень любит разгадывать загадки. Почему дети любят? И мы вообще любим всякие разные истории, потому что каждая история – это загадка. Мы все время пытаемся угадать, что же там будет происходить дальше. И загадок в этом мире, в отношениях между людьми, в науке, в различных социальных процессах – их множество, и они невероятно увлекательны. И, наконец, здесь вопрос подведения итогов. Я все время предлагаю смотреть на… Вы же можете умереть завтра. Я могу умереть завтра. Я, может, сейчас записываю, понимаете, а уже помру к моменту, когда вы это увидите. Жизнь, она ограничена во времени. И вот когда бы она не постучалась, эта смерть к нам со словами «How do you do?» «Let's go», типа «поехали, пошли», чтобы в этот момент можно было оглянуться назад и сказать, какое офигенное было путешествие, какая крутая была жизнь. Вот это ощущение без инвестиций и усилий, без работы, без учебы, без самосовершенствования – этого ощущения не будет. И хочется уходить как-то легко, со спокойной душой, с чувством, что вы сделали то, что могли, попробовали, и что-то у вас получилось. Вот ради этого имеет смысл иногда понапрягаться. В конце концов, любое удовольствие хорошо, если вы перед этим испытаете дефицит, голод, встретитесь с препятствиями. Тогда вы действительно ощущаете это пиковое переживание, которое составляет счастливые моменты нашей жизни.